В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Неделя в огне. Мордовский заповедник продолжает гореть. Хронические болевые синдромы, остеохондрозы, неврологические заболевания. На Маслихе открылся новый дневной стационар. В Сарове прошла торжественная церемония закрытия чемпионата России по лыжи роллером. Далее расскажем обо всем подробно. В Мордовии продолжает гореть государственный природный заповедник. По состоянию на 9 августа общая площадь, пройденная огнем, составляет приблизительно 4300 гектар. 8 августа пожар перешел на городскую контролируемую зону ЗАТО. Подробности далее. 8 августа огонь все-таки перешел на зону города Сарова. Но очаги возгорания ликвидировали в короткие сроки. После этого шло сильное задымление. Из-за сильного порывистого ветра в Сарове наблюдался смог и запах дыма. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Тушению пожара препятствовали труднодоступная местность. Валежник, который образовался после природных пожаров 2010 года и неблагоприятные погодные условия. В борьбе с огнем помогают сотрудники Росгвардии и работники предприятий Сарова. Значительную работу по тушению пожаров проводит авиация. Пожар ликвидируют 6 вертолетов и 8 самолетов. Сообщение о пожарах в Мордовском заповеднике поступило в МЧС 3 августа. С этого момента началась борьба за то, чтобы сохранить зеленый объект республики и предотвратить распространение огня на Саров. По сообщениям МЧС, возгорание торфянников в лесу вызвало сухая гроза. Весь город уже несколько дней следит за полетами самолетов и вертолетов на тушение заповедника. Работа не останавливается ни на минуту, хотя пилотам и приходится работать в условиях плохой видимости из-за сильного задымления. На месте пожара работают более 700 человек и свыше 180 единиц техники. Задействованы силы Республики Мордовии, города Сарова и Республики Чувашии. По сообщению оперативного штаба по ликвидации пожара на территории Нижегородской области, на сегодняшний день очагов возгорания на территории Сарова нет. Огонь локализован. Превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено. Хронические болевые синдромы, остеохондрозы, неврологические заболевания, гипертония, стенокардия, невриты, радикулиты, сахарный диабет. Это не полный перечень заболеваний, с которыми пациенты могут обратиться в новый дневной стационар клинической больницы номер 50. Подробнее о подделении расскажем в следующем репортаже. В терапевтическом корпусе на территории больничного городка открылся дневной стационар. Пациентов сюда направляют лечащие врачи. Стационар предназначен для саровчан с болезнями терапевтического и неврологического профиля, кому периодически необходимо проходить курс лечения. Больных много, но не все хотят или могут себе позволить на 10-14 дней лечь в больницу. И дневной стационар – прекрасная альтернатива. В стационаре созданы все условия, чтобы лечение пациентов проходило в наиболее комфортных условиях. У нас высококвалифицированные специалисты работают, новое оборудование, доброжелательный персонал. В месяц в стационаре лечение проходит в среднем 30 пациентов. Их число будет увеличено. Перед поступлением обязательно сдать тест на коронавирус. Каждый день больных осматривает лечащий врач. У пациентов берут все необходимые анализы и направляют на УЗИ, если это требуется. У нас можно получить физиолечение, плюс на базе нашего отделения работает массажист. То есть у нас все пациенты проходят еще и массаж. Ну и инъекционное лечение, таблетки тоже все получают. Планируется, что в сентябре появятся и дерматологические койки. Также, возможно, часть мест оборудуют под реабилитацию пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. А расширится и штат медиков. Субтитры предоставлены отечественного ядерного оружия Юрия Трутнева. Он ушел из жизни 6 августа в Федеральном центре мозга и нейротехнологии ФМБА России в Москве. Ему было 93 года. Юрий Трутнев – создатель отечественного ядерного и термоядерного оружия, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Академик РАН, доктор технических наук, первый заместитель научного руководителя Арафиад Суниев по перспективным разработкам. Прощание с ученым состоится 10 августа с 8 до 11 часов в ЦК ИД Арафиад Суниев. В 11 пройдет траурный митинг на площади Ленина. До 12 августа в Нижегородской области установится аномальная жара. Согласно прогнозу синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов и более выше климатической нормы. По данным Яндекс.Погоды, самым жарким днем станет вторник. Ожидается плюс 33. В среду и четверг – плюс 32. Прохладней станет в пятницу. Столбики термометров опустятся до 25 градусов Цельсия. В конце рабочей недели возможен небольшой дождь. Саровский драматический театр вошел в пилотный проект «Пушкинская карта», объявленный президентом Российской Федерации. Заработает он в сентябре. Речь идет о специальных пластиковых карточках. Находящиеся на них деньги можно будет потратить только на культурные мероприятия. По словам Владимира Путина, сумма будет составлять 3000 рублей. Акция-то пока разовая и получат деньги молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Министерство науки и высшего образования России рекомендовало перевести непрошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих медотвод студентов на удаленное обучение. Кроме того, в министерстве посоветовали требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие. Проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены. Организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения. Документ с соответствующими рекомендациями есть в распоряжении ТАСС. Вузам следует установить для таких студентов особый режим посещения учебных корпусов. Тем, кто прошел вакцинацию или переполел в течение последних шести месяцев, не стоит ограничивать доступ в здание вуза. За минувшие сутки в России зафиксировали 22 160 случаев заражения коронавирусом. Из них 539 – в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 5 человек. Еще один саровчанин стал жертвой коронавируса. Две бутылки виски стоимостью более тысячи рублей пронесли мимо кассы супермаркета Назернова. Виновного удалось установить. Им оказался 26-летний саровчанин. Ранее его уже привлекали за мелкое хищение. Возбуждено уголовное дело. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Еще один саровчанин стал жертвой мошенников. На сайте объявлений потерпевший нашел информацию о предоставлении инвестиционных услуг. Мужчина захотел приумножить сбережения и перевел на указанный злоумышленниками расчетный счет 50 тысяч рублей, который позднее планировал забрать с процентами. По истечению периода вот этого процентного, то есть через месяц, 18 июля, саровчанин подал заявку на вывод данных денежных средств. Однако заявка осталась непрочитанной. Естественно, злоумышленник больше не выходил на связь и средства потерпевший так и не получил. На дорогах города в минувшую неделю было неспокойно. В трех ДТП пострадали пешеходы. 3 августа в 19.45 на перекрестке улиц Московской и Курчатова 19-летний саровчанин на автомобиле Volkswagen Polo при повороте налево сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. У потерпевшей диагностировали перелом восьмого ребра и ушиб правого легкого. На улице Кирова водитель 1972 года рождения, стаж 18 лет, управляет машиной Peugeot. В результате ДТП у пострадавшей ушиб правой затылочной доли головного мозга, ушиб правого легкого и сочетанная травма. Третья авария с участием пешехода произошла на стоянке у дома номер 5, корпус 1 по улице Московской. Двигаясь задним ходом, водитель наехал на пожилую саровчанку 47-го года рождения. У женщины диагностировали перелом большого вершила левой бедренной кости. Около дома номер 13 по проспекту Ленина водитель, управляя автомашиной Лада Гранта, водитель сам 85-го года рождения, управляя автомашиной при движении вперед, не справился с управлением и совершил наезд на стоящую автомашину Лада Нива. В этот раз телесные повреждения получил сам водитель. У него диагностировали перелом правой лучевой кости в типичном месте без смещения. От госпитализации мужчина отказался. Несмотря на все достижения современной медицины, некоторые заболевания по-прежнему представляют смертельную опасность. Одно из них – бешенство, и оно гораздо ближе, чем это может показаться. О том, как защитить себя и своего питомца, расскажем в следующем репортаже. 20 случаев бешенства зарегистрировали за последние полгода в Нижегородской области. При этом в Сарове таких фактов не было давно. Но это не повод пренебрегать профилактикой. Даже здоровое домашнее животное может стать жертвой этой страшной болезни. И спасти любимца уже не получится. Это смертельное заболевание, оно, к сожалению, не поддается лечению. Поэтому также животное может укусить и заразить человека. И, к сожалению, эффективного лечения против бешенства нет. Многие владельцы пренебрегают прививками, ссылаясь на то, что их питомец не выходит из дома. Но, по словам ветеринаров, заразиться может любое животное, независимо от того, гуляет оно на улице или нет. Самым эффективным способом борьбы с бешенством как для животных, так и для людей, остается вакцинация. По госзаданию у нас есть 2500 доз бесплатных вакцин, которые вы можете прийти в любое время, привить животное от бешенства ежегодно. Есть на платной основе, но это уже, как правило, комплексные вакцинации, там еще и дополнительные заболевания, они уже на платной основе. Ветеринары предупреждают, что владельцам важно следить за поведением питомца. Если животное начинает нетипично себя вести, будь то чрезмерная ласка или, наоборот, агрессия, это может быть признаком заражения бешенством. С животным, к сожалению, здесь гораздо сложнее. Эффективного лечения вообще не разработано, как бы ни было. То есть здесь только карантин и смотреть. Если, слава богу, животное было не заразно, но не заболело, допустим, при укусе безнадзорного животного или лисы и дикого животного, 10-дневный карантин, в случае появления клинических признаков бешенства, то есть слюнотечение, водобоязнь и агрессивность животных подвергают эвтонезии. Если вас или вашего питомца укусило безнадзорное животное, то нужно срочно обратиться за медицинской помощью в первые 24 часа после укуса. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Почти неделю внимание любителей лыжных гонок было приковано к Сарову. С 3 по 8 августа в нашем городе проходил чемпионат России по лыжи-роллеру. За победу боролись более 100 спортсменов из разных уголков России. В командном зачете победителем стали лыжники из Санкт-Петербурга. На втором месте – москвичи. Команда из Нижегородской области стала третьей. На награждении и торжественной церемонии закрытия чемпионата побывала наша съемочная группа. На чемпионате России по лыжи-роллерам Светлана Николаева участвовала во всех гонках. После каждого старта в финишном протоколе она была в десятке сильнейших. Но этот результат не устраивал опытную спортсменку. Перед завершающей чемпионат гонкой на 15 километров Светлана проанализировала ошибки и на протяжении всей трассы старалась держаться в пелотоне, но не выходила вперед, чтобы оставить силы на финишный рывок. Задача была, конечно, последний километр следить за соперниками и смотреть, когда начинают работать. Ну и в итоге мы вышли, и я включилась максимально. И самая была у меня внутри мысль не сдаваться, идти до конца, потому что у каждого спортсмена могут быть сбои. Поэтому дотерпела, и слава богу, золотая медалька на мне. Иван Анисимов завершил чемпионат золотым дублем. Сначала он вместе с товарищем по команде Андреем Красновым одержал победу в командном спринте. В следующей гонке товарищ по команде стал для Ивана главным соперником, с которым они боролись до самого финиша. Спортсмен признался, что на чемпионате получил много положительных эмоций. В принципе, понравилось все, организация на высоте. Как обычно, у нас летом все проходит весело и без проблем. Город Саров, спасибо за прием. Реально все было качественно и классно. Всего в чемпионате России приняли участие 33 команды из разных уголков страны. Уверенную победу в командном зачете одержал Санкт-Петербург. В борьбе за второе место победила команда Москвы. И почетное третье место заняла команда Нижегородской области. По результатам чемпионата будет сформирована команда для участия в этапах Кубка мира и Чемпионате мира, который пройдет в Италии. Новая, мощная, быстрая, роботизированная мойка открылась в Сарове на улице Курчатова. Теперь помыть машину можно за несколько минут. При этом не нужно даже выходить из автомобиля. В чем преимущество новой системы, расскажем в следующем репортаже. Автомойка мою сам давно известна саровским автолюбителям. Если вы хотите помыть машину быстро, без проблем и предварительной записи – вам сюда. Таких моек в Сарове две – на Силкина и на Курчатова. На последней недавно установили бесконтактную автоматизированную мойку. Главное ее достоинство – она моет машину без вашего участия. Клиенту не приходится выходить из автомобиля. Клиент подъезжает к терминалу, может не выходя из автомобиля, а платить. Выбрать одну из четырех программ, какую он пожелает. Ну и, соответственно, следует указаниям уже робота, который управляет навигацией автомобиля полностью в процессе мойки автомобиля. Ну и, соответственно, получает результат на выезде уже чистый автомобиль, без особых хлопот и, самое главное, короткое время. Можно выбрать одну из четырех программ. От самой простой, технической, которая займет всего пару минут, до полноценной, когда за 12 минут автомобиль вымоет несколько раз разными видами пены и химии. Робот промоет в том числе и днище машины. Схема абсолютно простая и понятна, нужно только следовать инструкциям системы. На выезде, опять же, в комплексе «Мою сам» на посту самообслуживания. Там есть у нас и химчистка, и пылесос, и есть установка мойки ковриков отдельно, мы поставили в том году. То есть, все уже там в процессе, под навесом, в комфортных условиях, он все сделает сам. В прошлом году на автомойке «Мою сам» установили новое оборудование – аппарат для чистки ковриков, чернитель колес и полироль пластика. Больше не нужно искать в магазинах специальные средства, все необходимое для того, чтобы ваш автомобиль стал как новенький, собрано в одном месте. Автомойки «Мою сам» находятся на улице Курчатова, 54 и улице Силкина, 48. Всего вам доброго и хороших вам новостей!